Пора переходить к другому, гораздо более интересному продолжительству, которое тоже придумал Рейн. Есть функция Рейн. А именно для любого неправильного числа n количество чисел от 1 до n взаимно простых с n. Так вот, то, что я сейчас буду говорить, обозначается обычно той же самой новой фи, но не имеет никакого отношения к функции Рейн. Хотя это тоже функция Рейн. Но мы стояли очень много всего придуманных. Итак, я сейчас пишу. Другие похожи на то, что обсужденный ряд. Степенный ряд. Бесконечное произведение выглядит, ну, там, смотрите, как бы, 1 плюс x в степени n по всем, да, 1 плюс x в степени n. Отмечащие это просто в одном знании. 1 минус x в степени n. 1 минус x в степени n. Что это? Ну, как примерно это выглядит? И вообще, как это можно считать? Вот, если представьте, что вы не Эйлер, а современный школьник, у которого есть компьютер. Ну, Эйлер, собственно говоря, он просто трудолюбивый, и поэтому, не знаю, до 50 или до 100, ну, и без компьютера, да считать. Ну, сколько было кратно, вы можете написать. Вот. Современному школьнику, конечно, проще и программу написать. Ну, надо понимать, как вы написать. Так вот, господа, давайте сделаем так. Давайте введем понятие. Фи первое. Это просто-напросто 1 минус x. Фи второе. Это 1 минус x умножить на 1 минус x квадрат. То есть, это 1 минус x минус x квадрат плюс x квадрат. Отлично. Что такое Фи третье? Надо то же самое умножить на 1 минус x квадрат плюс x квадрат. То есть, пишу 1 минус x минус x квадрат плюс x квадрат, Прогнажаем на 1 минус ху. Получается 1 минус х, минус х квадрат, плюс ху. Минус ху плюс х в четвертой. Плюс х в пятой минус х в шестой. Так, интересно, что же это такое? Смотрите, х осталось, х квадрат осталось. Дальше ху исчезло. Получилось х в четвертой, х в пятой, х в шестой. Ребята, очень важная история. И эти члены остались навсегда. Почему? Потому что когда вы напишите в следующей логике 1 минус х в четвертой степени, то это повлияет только на дальнейших человек. Если вы потом напишите 1 минус х в пятой, 1 минус х в шестой, и так далее, то это повлияет только на своего будущего человека. А на вот это вот начало, это уже никак не повлияет. Давайте все-таки я еще чуть-чуть выпишу. Хотя мне немножко начинает надоедать. Главное, потому что я понимаю, что вы можете это сделать точно так же, как я. И сейчас смотрите, что она делает. Обнажаю на 1 минус х в четвертой. Процедура такая. 1 минус х минус х квадрат плюс х в четвертой, х в пятой минус х в шестой. Это я переписал выражение. А теперь обнажаю на минус х в четвертой. Получается так, наверное, минус х в четвертой, плюс х в пятой, плюс х в шестой, минус х в восьмой, минус х в девятой. Ну, отлично. Вот это вот уничтожится, это тоже уничтожится. И получится такая штука. 1 минус х минус х в квадрат плюс 2х в пятой, минус х в восьмой, минус х в восьмой, минус х в в пятой. Когда вы домножите сейчас на 1 минус х в пятой, видно, что 9 вольт превратится в 1. В общем, ребята, у меня есть статья, в которой просто написан ответ. Между прочим, я сегодняшние все рассказы веду по абсолютно доступным вам книжкам. Давайте-ка я, кстати, покажу сразу. Вот это вот книжка Табачникова и Фукса «Математический дивертисмент». Это бывшие статьи журнала «Квант», собранные, ну, и расширенные немножко, очень хорошие книжки, очень содержательные. И Фукса Табачников сейчас работает в США, книжка действительно очень хорошая. Другая, это моя энциклопедия, правда, из них только из-за книжки только половина. Это энциклопедия по математике, а первая половина, ровно половина объема, это астрономия. Вот, так вот, это 256 страниц, как сейчас помню, называется «Чистые фигуры». Вот, на экранчик, в общем, там написана ссылка, так что найти ее, она в прикладном виде она лежит. Там есть статья, которая так называется «Дождество и объекции», очень подробная. И еще, на самом деле, есть две книги. Одну из них я не принес, называется «Живые числа». Она не очень для школьников, но тем не менее хорошая книжка. А другая книжка, вот я ее принес, «Холл комбинаторик». Ну, в каждой из этих книг немножко со своей стороны, но довольно понятно, то, что я сегодня рассказываю, объяснено. Ну, что это наиболее школьный, понятно, из этого, это моя энциклопедия, потому что он очень назначенный для школьников. Вот, «Холл» существенно более трудно, вот, табачный фунт-фук сделан посередине. Но не в этом дело. На самом деле, здесь уже видно, что есть абсолютно понятная закономерность. плюс x в 51, плюс x в 57, минус x в 70, минус x в 77, плюс x в 92, плюс x в 100, плюс x в 92, плюс x в 100, минус удаление. Так, давайте разбираться, что это за числа. Разность вот этих вот двойка, тройка, шестерка, семерка, восьмерка. Это понятно. Теперь, что такое числа, скажем, 1, 5, 12. Здесь происходит увеличение на 4, потом на 7, на 10, на 13. Господа, видно, что это архитектическая прогрессия, да? То есть, если вы выбежите числа 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92 и возьмите разность в соседних, то вы получите числа 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Возьмете их разность и получите тройку. 3, 3, 3, 3, 3, 3, да? И здесь разности будет, естественно, нули. Когда такое эффект происходит, это всегда означает, что вот это вот константы, это значит первый стиль, это значит второй стиль. Значит, нам нужно всего лишь придумать форму, которая задаст, значит, второй стиль, которая задаст эти числа. Это очень легко сделать. Давайте поймем, как. Вот, скажем, если вы хотите, если вы хотите просто писать, например, в второй степени, то вообще-то, посмотрите, здесь вот у нас на 3 отличия, значит, старший коэффициент должен быть 3 вторых. Замечательно. То есть, если вы напишите 3 вторых n квадрат, то это довольно хорошо должно проходить. В общем, ребята, проверяем. n равно, скажем, 6. Тогда будет 3 умножить на 36 минус 6 пополам. Так, а сколько будет 3 умножить на 36? 108, 108 минус 6, 102 пополам 55. Вот это число. Вот это число. Так, теперь, как естественным образом показать эти самые числа на картинке? На самом деле, это очень легко. Смотрите, что это такое? Это n квадрат плюс n квадрат минус n квадрат минус n квадрат. А здесь у нас n квадрат плюс n квадрат плюс n квадрат. Так, рисую как цифру. n квадрат – это очень просто. Например, когда n равняется 4, то это вот такой квадрат из 16. А теперь к нему добавляем треугольное число. Двумя способами. Или это треугольное число такое, или треугольное число, которое больше на n. Итак, n равно 4, n квадрат равно 16. Теперь смотрите, что такое 4 в квадрате минус 4 пополам, да? Это 16 из 4 пополам. 6 равна? 6. Есть такое треугольное число. Каким образом оно выглядит? Нужно взять вот здесь вот 3 точки, здесь взять 2 точки и здесь 1. Это треугольное число равное 6 точек. Замечательно. Вот один способ такой. К 16 точкам добавляем эти 6. И получается 22. Здесь вот оно есть, видите, да? А другой способ такой. 4 в квадрате плюс 4. Это на 4 вверх и больше. То есть вы могли еще добавить 4 точки. Так вот, ребята, по естественной причине эти числа зовут пятиугольные. Числа вида 3n квадрат плюс минус n пополам. И предположение, которое высказал AR, звучит в следующем образе. Это и есть сумма, взятая по всем целым числам таких выражений. Минус 1 в степени k, x в степени 3k в квадрате плюс k. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь не n, а k. По всем целым числам k берем такую штуку. Давайте поймем, почему это действительно соответствует нашему варианту. Потому что если k равна нулю, то будет единица умножена на x в нулевой степени. Это единица. Если k равна единице, то будет с минусом. И вот если k равна единица, то будет x в второй степени, а k равна минус единица, будет x в первой степени. Потом k равны двойке пойдут вот эти, вспоминания. Ну и так далее. Если не хотите целые числа, то, пожалуйста, можно написать так. Единица плюс сумма, на этот раз взятая уже по всем правильным числам, да? Минус 1 в степени k, а здесь тогда надо писать два слагаемых. 3k квадрат минус k пополам и 3k квадрат плюс k пополам. В общем, вот. Это и есть формулировка теоремы по пятиугольным числам. Мы должны с вами ее доказать. Один способ доказательства – это вывести ее из общего должности Каусса Яковлева. Но, с другой стороны, тоже степени Каусса Яковлева еще не доказали и даже не сформулировали. А другой способ для нас с вами – это понять комбинаторный смысл. Это, извините, чисто комбинаторно. Впрочем, есть еще более важная задача, и, пожалуй, с нее-то мы и давайте начнем. Понять, а зачем нам вообще нужна эта функция? Это, конечно, замечательно, я сказал. Давайте поменяем знак перед x в степени n и давайте ее изучать. Замечательно. Но, знаете, а может быть, это неинтересно? Так вот, прежде чем доказывать должность Каусса Яковлева, давайте поймем, что функция в том, что бесконечное произведение связана с чрезвычайно важным для комбинаторики понятием. А именно с понятием количества разбиений числа на натуральное слагание. Продолжение следует.